А кто мы тогда, Найтвейл? Без темноты, без теней и без секретов? Слушайте, кто-то стучится в дверь моей студии. Может быть, это Карлос? Карлос, это ты? Входи и добро пожаловать домой, мои сладкие Кар... Нет, 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 нет! Нет! Сесил, я был тут неподалеку и решил заскочить ненадолго и... Нет, Стив Карлсберг, ты не можешь просто ненадолго заскочить в студию, ты не работник радио. Все правильно, это справедливо, но я езжу вокруг твоей станции весь день, слушая шоу, и это натолкнуло меня на мысль. Ты знаешь, Джон Питерс? Ты знаешь, фермер? Да, я знаю. Так вот, он такой... Эй, вы все, улыбающийся бог здесь! И мир разваливается, потому что я был в клубе «Умелые ручки». И по большей части он прав, но я думаю, что это не улыбающийся бог, а испытание ракет на секретном подземном полигоне. Нет, слушай, секретный подземный полигон для испытания ракет находится под центром отдыха Стив. Ну, так недавно сказала пожилая женщина без лица во время предвыборной кампании. Она сказала, я заменила все ваши цифровые фотоальбомы на чертежи секретного полигона для испытания ракет. Я думаю, пожилая женщина без лица понимает, что происходит на самом деле, в то время как Хайрам такой типа, ну, на самом деле меня совсем не заботит перерасход средств с правительством, потому что я буквально пятиголовый дракон. И потом его синяя голова такая, для нас нет никакой выгоды в том, чтобы принимать во внимание математику. А затем серая говорит, мысли о вмешательстве правительства заставляют меня грустить. И фиолетовая говорит, свобода для нас должна быть превыше всего, мы все должны быть свободны превыше всего остального. И тогда его последняя голова продолжила рычать и говорить, твое тело сгибается быстро, мягкий человеческий протестант. Но на самом деле я думал о том, что сказал твой парень Карлос. Не смей, Стив Карлсберг. Так вот, он сказал, я определенно могу прекратить попадание света в Найтвелл. У меня есть простое устройство, которое всех нас защитит. Я встречаюсь не с Манчкином из волшебника Странеоз, просто нет. Ты уверен? Я абсолютно уверен. Хорошо, довольно честно. Но, слушай, не в обиду будет сказано, Сесил. Но он чужой, он не отсюда. Как мы можем быть уверены, что он не член суперсекретного подземного военного правительства, проводящего испытания ракет? Стив Карлсберг, ты только что обвинил моего парня в том, что он секретный агент? Ну, да. Потому что, вообще-то, это было бы довольно круто. Нет, не было бы, это было бы опасно. Это было бы потрясающе. Это было бы потрясающе опасно. Но, тем не менее, это не так, Стив. К тому же, сколько раз мне еще тебе сказать, что в секретных испытаниях ракет нет ничего секретного. Это так же по-американски, как использовать яблочный пирог, напичканный наркотиками, для исследования влияния галлюциногенов на невинных граждан. Думаю, он поднял хороший вопрос, Сесил. Ты? Как ты сюда попал? Ха, спасибо, нарушитель. Вау, забавные глаза. О, спасибо, хотел бы я сказать то же самое. Сесил, послушай, сложно закончить свою работу, когда все вокруг борются. И сложно улыбаться, когда никто не работает. А если мы не улыбаемся, тогда чего мы стоим? Посмотри на мою улыбку. Ты монстр! Это было ужасно, сделай так еще раз. Посмотрите, насколько от этого становится лучше. Но прямо сейчас никто не продуктивен, эти ангелы. На самом деле их нет. Нет, разумеется, нет. Что? Их нет. Нет, нет, вообще нет. И сражающаяся в пустыне армия. Во имя чего? Фигур в капюшонах запретного парка для собак, светящегося облака. Все славьте! Во имя постоянного террора тайной полиции, которая может ворваться в ваш дом в любое время, даже без письма от кадровой службы. Но они наши фигуры в капюшонах, и это наше мерцающее облако. Все славьте! И это наш город. И он ужасен, но он наш. И мы... Мы будем сражаться за него. Раньше я думал также о Дезерт Блавс. В наши дни так много секретов, заговоров и тьмы. Все это казалось таким важным, таким незыблемым. Но затем мы встретили улыбающегося Бога. Он был великолепен. Солнце перестало заходить. Или, может быть, это больше было не солнце. Может быть, это был другой, более яркий источник света. Кто знает? Я знаю, что я не мог прекратить улыбаться. Никто из нас не мог. Наши улыбки казались лучше, полнее, шире. Вскоре мы больше не нуждались в секретах или умалчивании правительства. Все было прозрачным. Буквально. Вы могли видеть сквозь все и всех. Кости, кровь, насекомые, снующие внутри каждого человеческого тела. Было столько невыполненной работы и такая прекрасная компания для того, чтобы ее сделать. Даже те, кто сперва сопротивлялись, вскоре обнаружили, что они любят улыбающегося Бога больше, чем кого-либо. Даже самые сопротивляющиеся радиоведущие вскоре нашли свой путь в продуктивной работе, счастливым песням и широкой, сияющей улыбке. Так давай сделаем это вместе, Сесил. Поверь вместе со мной, вылыбающегося Бога. Большая городская агломерация Найтвейла и Дезертблавса. Город не с одним, а с двумя счастливыми, полезными голосами. — Слушайте ли, Кевин только что открыл дверь студии, вот только это не дверь студии, это дубовая дверь, и свет, мерцающий свет, льется внутрь, и все становится полупрозрачным. Видите, друзья, прекрасное величие всеобщей жизни с безжалостной любовью улыбающегося Бога. — Ух ты! В смысле, милый свет? Знаете, этот совместный пикник с вами, конечно, не был веселым, но я за эти две недели сделал больше дел, чем за всю свою жизнь. — Нет, Стив, что ты говоришь? Нет! — Кевин, прежде чем я вступлю в этот странный свет, позволь быстро спросить тебя о школах. — Моей дочери Дженнис сейчас десять, и общеобразовательная школа хороша, но я не знаю, смогу ли я отправить ее в частную школу, и она немного... — Ни слова больше, Стив Карлсберг. Школы Дезерт Блавс высшего уровня. Юная Дженнис может ходить на курсы подготовки к колледжу уже в двенадцать. Наши независимые школы имеют также отличные медицинские программы, и ее смогут вылечить. — Прошу прощения, я не понял. — Да, я, дядя Дженнис, что ты имеешь в виду подвылечить? — Она не может ходить, так? — Да, я полагаю. — О, не может. — С самого рождения. — Она не может. — Ну, вместо того, чтобы строить все эти дурацкие пандусы и лифты, мы просто лечим людей так, что они могут становиться лучше и продуктивнее. — Ты ужасен и отвратителен! — Я всего лишь был вежлив относительно твоих глаз. Они странные. — А теперь послушай меня! Слушайте ли, Стив Карлсберг только что схватил Кевина за его окровавленный лацкан. — О-о-о! Ты не изменишь мой родной город! Ты не изменишь моего сводного брата! Эй, Кевин из Дезерт Блавс, ты не изменишь или вылечишь, или сделаешь что-то еще с моей маленькой девочкой! И Стив... Стив тащит его к открытой дубовой двери, и он просто запихнул его в этот мерцающий ужасный свет. — О-о-о! Улыбнитесь! И Кевин исчез. — Мне не слишком понравился этот парень. — Мне тоже. Спасибо, Стив. — Все для моей девочки. Попробуй только сказать, что в ней надо что-то поправить. — Знаешь, Стив, мы с тобой разные. Такие разные. Скорее, разные, чем схожие, да. — Да, прекрасно понимаю, о чем ты. — Но все-таки я рад, что ты заботишься о Дженнис, и с ней все могло бы быть намного хуже. — О-о-ох, Сесил! О, подожди! О! Нет, нет, никогда больше! Нет, пожалуйста, покинь мою студию! И просто перестань валиваться сюда со своими глупыми идеями о мире! — Хорошо! Увидимся, Сесил! — Здорово! — О, эй, там! Стив Карлсберг! Ты теперь важная птица! Хо-хо-хо-хо-хо! — Дана! Дана! Ты... Ты правда вернулась в студию? И... Ты тоже не просто образ или призрак? — Это я. Я дома. Наше время и пространство наконец-то, наконец-то снова пересеклись. О, это счастливый, счастливый день! Я тоже рада видеть тебя, Сесил. Но я пришла также поговорить со всем городом. Люди Найтвейла. Свет заглушает наше солнце и наши умы. Но есть ангелы и армия воинов в масках, сражающихся с этой ужасной угрозой. Найтвейл, оставайся в безопасности. Оставайтесь дома, чтобы не попасть под опасный перекрестный огонь. Армии из пустыни и ангелы здесь, чтобы спасти нас. Люди Найтвейла. — О, да, извини, Дана, но я думаю, что это Томика Флин на ее секретной волне. — Люди Найтвейла. Слушайте меня. — Томика? Томика Флин? О, привет, я Дана. Я столько о тебе слышала. Ты вдохновитель. Ты герой. — Спасибо, Дана, но я не герой. Или все мы герои. Или это слово не имеет значения. Мы все должны спасти наш город и нас самих. Люди Найтвейла. Я призываю вас к борьбе. Сражаются существа, утверждающие, что они ангелы, и это неизвестная армия гигантов. Почему же мы не можем? — Ну, да-да, это хорошо, но... Люди Найтвейла. О, ангелы и в самом деле существуют. Они сильны и с недавних пор богаты. Их сложно убить, в отличие от людей, умирающих все время из-за всяких пустяков. Просто ждите, и ангелы вас спасут. А, вот так. Жители Найтвейла, не важно, как вы умираете, важно то, как вы живете. Как однажды сказал великий писатель и оратор Букер Вашингтон, во всех общественных делах мы можем быть сами по себе, но мы будем единым целым, когда это необходимо, чтобы уничтожить улыбающегося бога. Держитесь в безопасности, Найтвейл. Оставайтесь дома, и мы скажем, когда все кончится. Выбирайтесь на улицы, жители. Берите все, что можно, и в бой. Рогатку и книгу, например, сборник рассказов Эми Бендер или хазарский словарь Милорода Павича. Ну или камень, не книгу, или сюрикены, которые идут в большинстве книг издательства Макс Винни. Хватайте, что попадется под руку, и сражайтесь. Не верь в героев, верь в жителей. Будь жителем. — Знаю, Дана, что ты это планировала, и ты очень умна, но... — Ладно, ладно, все хорошо. — Я думаю, Томика... — Неважно. — Может быть, права. — Несущественно. — Нет, я думаю, мы должны... Я просто свела две армии воедино. — Ну да. — Сделать это вместе. И давайте не будем повторять нашу ошибку с... Все нормально. — Бездействием я имею в виду. — Хм, свет, он стал настолько ярким, что я почти ничего не вижу. А то, что я вижу, почти прозрачно, и... и я начинаю забывать. И все разваливается, и я вижу, как разматываются огромные светящиеся витки вселенной. — Найтвейл, наше время, наше время пришло. Давайте же поднимем наши кулаки вверх и прокричим. Я... я... я почти слышу это. Я почти слышу толпу, кричащую «Низвергнем же Стрекс». Я почти слышу толпу, но еще недостаточно отчетливо. Они должны поднять руки и кричать громче. Они должны кричать «Низвергнем же Стрекс!» Каждый из нас. «Низвергнем же Стрекс!» Громче. «Низвергнем же Стрекс!» И они выкрикивают это. «Низвергнем же Стрекс!» И затем они останавливаются. Не потому, что им все равно, но потому, что они очень далеко и не являются частью этого повествования. Они — часть другой истории, другого вымысла. И, осознавая это, они пожимают плечами и грустно шепчут друг другу. «Низвергнем, Стрекс!» «Низвергнем, Стрекс!» «Да, низвергнем, Стрекс!» И потом они затихают. И они надеются на невероятную редкость. Они надеются на лучшее. Но в этой истории, в этом вымысле, я слышу звук борьбы Найтвейла. И чем ярче становится свет улыбающегося Бога, тем громче звук неповинующегося Найтвейла. И поскольку я добрался до своей собственной копии «Пробуждение» Кейт Шопен, ну, точнее, до баллонов слезоточивого газа, которые прилагались к изданию в твердой обложке, я даю вам всем сражающимся, всем объединившимся, всем, всем погоду! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 — Ты всегда была кем-то, и нынешние времена показали, что ты всегда была... — Так, Хайрам, пожалуйста, я тут пытаешь кое-что сказать. — Извиняюсь за него. — Ты теперь та... Нет, ты всегда была такой, но... Я не помню, что говорил. — Она не может быть мэром, она убийца, она убила своего двойника. — Так, тише-тише. Не знал, что из-за убийства должны обязательно дисвалифици... — Неважно. Есть пятидесятипроцентный шанс того, что жертвой была настоящая Дана, а не Дана-двойник. — О, да, спасибо, Синяя. Забудьте о том, что я говорил об убийствах. У нее нет доказательств того, что она не двойник самой себя. — Действительно, доказательств нет. — Всем известно, что двойник — это одно из немногих проявлений реальности, которая не может быть мэром Найтвейла. Я не признаю этих результатов, я продолжаю свою кампанию, и я уверена, что Дана не задержится на этом месте. Должен заметить, что я согласен с пожилой женщиной без лица. Мы не успокоимся, пока один из нас не станет полноправным мэром. — Или пока от Найтвейла не останутся только пепел и дым. — Точно зеленая, да, именно так. — Обязан возразить против всего этого. — Пошли, Хайрам. — У нас еще есть планы. — Ага. — Что ж, снова остались только мы с вами, слушатели. Суматоха этого дня пришла и ушла. И сейчас здесь лишь тихая ночь. Вселенная раскручивается. Прямо сейчас. Мы выиграли день. Мы выиграли битву. Мы выиграли любую единицу измерения, которую вы только сможете назвать. Мы вернулись в опасное равновесие, которое у нас было раньше, которое, как мы предполагаем, надеемся и просто хотим, является лучшим. Но, конечно, мы не остановили раскручивание Вселенной. Вселенная не является вещью, которая существует. Это вообще не вещь. Это полноценное действие. Оно, по сути, само по себе растворяет наши жизни. Целый период существования человечества идет назад и назад. И если нам повезет, вперед и вперед, целое существование проводится в растворении. Киньте мимолетный взгляд на мчащиеся звезды и почувствуйте землю под вашими ногами. Это все временное проявление частиц, и оно раскручивается обратно в частицы тишины. Суета человеческого дня придет и пойдет, а потом наступит ночь. Но как прекрасны эти моменты растворения. Какое мимолетное совершенство мы можем найти в мимолетном мире. Все хорошее, сделанное за все время. Все хорошее, что было сделано в этот день. И все хорошие люди, которые это сделали. И назад, и назад, вперед, и вперед. И вся красота раскручивающейся Вселенной. Гордитесь своим местом в космосе. Оно мало, но все же оно есть. Как маловероятно, как чудесно, как глупо. И прекрасно, и... Прошу прощения, извините. Кажется, у меня голосовое сообщение от Карлоса. Он, должно быть, позвонил во время погоды. Я извиняюсь, слушатели, я должен прослушать его, так что... Оставайтесь с нами, со мной, до той неминуемой далекой точки, когда я и все остальное должно прийти к концу. И, как всегда, доброй ночи, Найтвейл. Доброй ночи. Пословица дня. Чудесная стена. Единственная песня девяностых, видимая из космоса. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова